Добрый день, меня зовут Елена. Мы начинаем для вас цикл передач, как правильно пользоваться немецкой алкохимией Cochemia, как ее наносить и все процессы, для того, чтобы вы могли бы посмотреть и понять, как ей пользоваться и какие преимущества по сравнению с другой алкохимией. Компания Cochemia – это немецкий бренд, который существует 1968 года. Наша компания является официальным интертером данной продукции и официальным представителем территории Украины. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, мы будем рассказывать очень много всего интересного в плане мойки, детейлинга, полировки и много-много-много еще всего самого-самого интересного, что вы можете найти. Сегодня мы расскажем вам про мойку автомобиля, двухфазную и трехфазную, с помощью продуктов компании Cochemia. Начинаем мы с первой фазы – это бесконтактная мойка и бесконтактный шампунь, который называется Furani Airbag, второй по названию Boutistar. Также немножко расскажем об Obring Star, это практически одинаковые продукты для бесконтактной мойки. Шампунь для бесконтактной мойки есть в удобных упаковках. Если у вас очень большой оборот автомобиля на вашей мойке, она большая, можно взять с 23-килодрамовой кинистрии. Если вы берете для своих нож, да, у вас небольшой корень-центр, можно взять очень удобную 5-килодрамовую упаковку Furani Airbag, он же Multistar. Также, если вы берете продукт для себя, можно взять 5-литровую упаковку, это продукт Green Star, который тоже бесконтактный, свой статус бесконтактный шампунь, хорошо отмывает. Основной плюс данных продуктов – то, что они не портят ЛКП автомобиля, хром и не наносят вред деталям кузова автомобиля, ни дискам, ни каким остальным, ни алюминиям. Поэтому мы вам очень рекомендуем данный продукт и данный бесконтактный шампунь для первой фазы мойки. Сейчас мы будем показывать, как он работает, вот, а еще хотели бы показать вам, к чему все-таки приводит использование продуктов не совсем качественных, не совсем качественных шампуней, которые очень сильно щелочные. Сейчас мы покажем вам это на автомобиле, последствия и вред дешевых составов для этих автомобилей. На примере этого автомобиля мы хотим показать, какие-то убеждения могут нанести бесконтактные составы, очень сильные, щелочные, которые стоят недорого и делают из различных порошков. Данный автомобиль раньше гнулся на мойках, которые использовали вот данные, как раз это недорогие составы. И на примере молдинга в данном автомобиле можно посмотреть, какую греха носят бесконтактные составы, сильные, щелочные, которыми обычно во всем цивилизованном мире моют поезда. И на самом деле моют автомобиль. Поэтому посмотрите и обратите внимание на все эти характерные повреждения. Есть автомобиль сильно грязный, в зимнее время года и весной. Мы используем нулевую фазу, для того, чтобы он не любит лучше отмыть. Мы берем продукт ранее ГРБ для бесконтактной мойки, расходим его по инструкции 1.10 и 1.15 и наносим на грузов автомобиля. С помощью триггера поп-хемия, в котором мы разбили продукт для нулевой фазы, мы наносим его на грузов автомобиля. Особое внимание уделяем местам, где максимально скопилась грязь. Наносим, разгрызгиваем. Еще нужно очень внимательно относиться и помнить о том, что все продукты для автомобиля, они все не пощелочные или не кислотные. Мы используем перчатки обязательно для того, чтобы сохранить наши руки. Они у нас не потрескались и с ними не произошло ничего плохого. Поэтому обязательно используем перчатки. При работе с любыми продуктами компании Кохи. После того, как мы нанесли нулевую фазу, ждать не нужно. Только мы забрызгали весь автомобиль, мы сразу же начинаем его смывать. В пеннике разводим продукты бесконтактной мойки, форайни ГРБ, он же Мультистан, и наносим на грузов автомобиля. Смотреть на грузов автомобиля не более 3-5 минут. В принципе, можно пользоваться согласно инструкции. Все инструкции на русском языке есть на нашем сайте. Их можно прочитать, ознакомиться, и, конечно, как только после этого, пользоваться любыми продуктами и составами компании Кохи. Вместе с пеной бесконтактного состава уходит загрязнение с автомобилем. Полним отрушены 3 продукты компании Кохи. Время, в принципе, они не дебят алюминию, хому и любые детали, включая АКП на грузове автомобиля. Поэтому можно, если мы пользуемся ими в инструкции, можно не переживать за то, что будет что-то использовать. Хотели бы обратить ваше внимание на то, сколько затрязнений остается на грузове автомобиля, если мы пользуемся только первой фазой составов. Все вот эти вот светлые затрязнения, это все статическая грязь, которую, если не смыть с помощью ручной мойки, с помощью второго фаза и начать затерять тряпками, таким образом мы сарапываем грузов автомобиля. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на все вот эти затрязнения, которые остаются на грузове. Для очистки дисков используем продукт Хэллимбис, который не вредит алюминиевым диском, хромированным и любым диском абсолютно он безопасен. Наносим из-за очень специального триггера, распрыскивателя, который может наносить данный продукт 360 градусов. Наносим хорошо на тормозной диск. И видим даже, что если диск у нас черный и не видно на нем загрязнений, обратите внимание на то, какие загрязнения в ходе тормозного диска автомобиля, а также данный продукт с индикатором, который показывает загрязнение в виде тормозной пыли, который превращается в такие хиолетовые разводы. Для очистки дисков используем кисточки, которые вы можете также приобрести в нашей компании. Они очень удобные, это кисть для болтов, очень удобно очищать место внести болтов на колесах автомобиля. И данная кисть с мягкой щетиной, которую можно очистить полностью все спицы автомобиля. Также у нас есть еще ряд кисточек, которые мы вам покажем сегодня, которые тоже используются для очистки диска, чтобы этот процесс шел намного быстрее. Для очистки диска у нас есть еще очень большой ассортимент кисточек. Внутри, для того, чтобы была возможность добраться в труднодоступные места, есть вот такая вот кисть Ёршик. Ее нельзя использовать на наружную часть диска, так как она может нанести повреждения. На внутреннюю полку можно спокойно использовать для того, чтобы убрать загрязнение. Ну вот дополнительно еще несколько вариантов кисточек, которые точно так же очень удобно ими очищать диски. И зону подкрылков за счет того, что данная кисть имеет такую выгнутую форму, очень удобно очищать подкрылки. Для ручной обойки автомобиля мы используем несколько продуктов. Есть такой продукт, как Эктифоам. Он поставляется в больших 33-кг канистрах, чем он очень хорош. У него очень крутой запах сандалового дерева, который держится практически сутки на кузове автомобиля. Поэтому, если вы портанули автомобиль утром, приехали его поставить в паркинг и его в горах, в следующий день приходите к нему утром и чувствуете, насколько вам приятно парк. Также для ручной мойки у нас есть еще один продукт. Это шампунь нано-мэнджик с нано-консервантами, который дает очень хороший микрофобный эффект и хороший блеск. После него автомобиль дольше остается чистым. Для мойки используем кузов автомобиля специально крупную чистую буху, без пищевни, в которую попадают и не царапают кузов автомобиля. Мы сейчас покажем вам, как моется кузов авто шампунь Эктифоам, Ну, чтобы потом показать вам, как работает третья фаза, это продукт протектор вакс, самый сильный на сегодняшний день, самый крутой консервант для кузова, который дает вообще супер максимальный микрофоб. Продолжение следует... 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 Лимон, есть еще ряд, это малина, это базука, запах жвачки. Также у нас продукт для салона, мы покажем, как работает это Глезер Стар сегодня, Топ Стар и Квик Эншайн. Квик Эншайн – это кондиционер для кожи с матовым эффектом, Топ Стар – это продукт для пластика, Квик Эншайн – это продукт для ухода за дорогими салонами автомобиля, он абсолютно матовый, он очищает, консервирует поверхность, очень хорошо используют для навигации и для ухода за деревом. Также для химчистки мы рекомендуем с такими продуктами, как Мерс и Крайни Лир. Коротко мы его называем Мерс, это многоудобнее и лучше запоминается. Используем специальные меланиновые губки. Чем они хороши для очистки салона? Тем, что не нужно прилагать усилия для того, чтобы очистить кожу, поэтому мы сейчас покажем, как они работают и как они чистят сиденья, и они их не портят, кожные сиденья, также можно использовать для очистки пластика. Не царапают, не портят, а очень хорошо очищают. Для очистки кожаных салонов используем продукт Мерс. Он не портит кожу, он не требует замыла водой, имеет допуски завода Мерседес Бенц и рекомендуется к использованию кожаных салонов дорогих автомобилей, то есть Мерседес, Бенкли, БМВ, для очистки кожи, пластика, коврового покрытия, для полной химчистки автомобиля. Сейчас мы можем обратить внимание, мы очистили половину сиденья с помощью лимониновой губки и продукта Мерс и протерли его фиброй. И сейчас мы вам покажем разницу. Мерседес, бенкли, 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 бенкли. Для обработки салона кожаного мы используем продукт Лезерстар и специальную тубку тоже компания Кохемик. Продукт Лезерстар абсолютно матовый, он не оставляет жирных пятен на коже, и если рядом есть пластиковые детали, не будут оставлять никаких подземок, потому что он полностью впитывается в коже. Он в своем составе не содержит силикона, имеет допуск завода Mercedes-Benz и допуски всех премиум брендов. Рекомендуется для использования кожных салонов эксклюзивных таких автомобилей, как Бэкли, Майбок, кожные салоны нафиг. Продолжение следует... Продолжение следует...